Здарова, YouTube! С вами Павел. И сегодня у меня на обзоре, на удивление, LEGO Friends. Да-да, это LEGO Friends под артиклем 41677. Почему я взял этот наборчик? Так как он имеет очень много интересных деталей в своем наличии. За довольно небольшую цену мы получаем много строительных пластин, детали леса, зелени и тому подобное. Ну что ж, давайте посмотрим на этот наборчик поближе. Итак, давайте поближе рассмотрим коробочку. Коробочка достаточно толстая, но это самая маленькая из обычных наборов LEGO. Если не учитывать LEGO Classic. На обратной стороне у нас показаны игровые сюжеты, которые возможны с этим наборчиком. Как я сказал, я взял этот наборчик для деталей. То есть здесь у нас есть некоторые интересные детали, которые не так часто встречаются при этом за доступную цену. То есть по акции его можно взять даже за 450 рублей. Инструкция здесь такая, яркая, красочная, красивая. Все достаточно подробно описывается. И у нас она собирается вся постройка за 47 пунктов всего. При этом получается довольно массивная постройка. Конечно же на предпоследних страницах у нас есть реклама всех фрэнсов, которые актуальны и сейчас продаются. Вот у нас все номера есть. И на последних страницах у нас есть список деталей. Собственно вот одна из деталей, которая меня интересовала. Медиум Азур, парочка зеленых пластин, а также редкие детали, которые встречаются в детали пенька. На бриклинке они достаточно дорого стоят. Итак, давайте перейдем непосредственно к самой постройке. Начнем мы с мини-фигурок. И здесь у нас два главных героя. Первая это Андреа, и вторая девочка в очках это Оливия. Фигурки из серии Фрэнс я держу в руках впервые. Это мой первый набор из серии Фрэнс. И могу сказать, что конечно же они отличаются от основных фигурок Лего Сити. Как минимум пропорциями, так и ростом. Но тем не менее они прекрасно совместимы. То есть в этом плане у них все хорошо. Но несмотря на то, что фигурки достаточно тонкие, руки у них прямые, не имеют подвижности. То есть кисти не крутятся. И ноги крутятся только вместе. И посадить фигурку не получится. Кстати, вот еще один косяк. Фигурок Фрэнс у обоих постоянно слетают парики. То есть стоит чуть-чуть зацепить, и он просто буквально съезжает. Сделаны они из какого-то мягкого пластика или из твердой резины. Я так не могу понять на ощупь. Но именно по ощущениям они вроде бы качественные. Но как мы видим, слетают они ого-го. Кстати, вот такая вот лысая девочка, перенесшая рак. В крайнем случае фигурки можно продать на том же бриклинке. Там они не такие уж и дешевые. Но в общем с фигурками все понятно. Из аксессуаров у нас здесь самокат. Вот такой вот. Это детали колесиков, но без резины. За счет этой подставки, кстати, он довольно-таки устойчивый. И может в целом даже кататься. Но не по ковру, конечно. Ну и основная постройка включает в себя вот такой вот мостик, по которому по сюжету должна кататься Оливия на своем самокате. Собственно здесь у них пикник, кружка, огонь. Они жарят зефир. Бинокль наблюдает за белочками. Такие аналоги деталей елок. И вот в виде стекла такого блестящего голубого здесь сделан водопад. И сзади водопада у нас камень. Белочка, кстати, довольно милая, но явно выбивается из серии Сити. Не похоже на них. Внизу у нас вроде как деталька пироженого, но возможно это шишка или орешек. Не знаю, что подразумевалось. И вот, собственно, вот эти детальки, про которые я говорил. То есть они встречаются крайне не часто. И стоят недешево, если их отдельно покупать на бреклинке. Потому что это принтованные детали бревен. Собственно, как мы видим, здесь много кубиков. То есть в этом плане этот набор чем-то напоминает или тот же Майнкрафтовский набор, или серию Классик. Так как здесь именно много кубиков. Ну и, как я сказал, есть три пластины. То есть именно по размеру, по объему за условно самый маленький набор за 450, за 500 рублей он достаточно объемный и занимает очень много места. То есть я удивился в этом плане, что в такой маленькой коробочке такая крупная постройка, которая даже не влезет, в принципе, в эту коробку, если ее собрать и не разбирать. Из аксессуаров у нас здесь бинокль. Собственно, вот такая деревянная палочка. Такая деталь в коричневом цвете не часто встречается в Reddish Brown. Ну, детали цветочков. И вот такие конусы, которые здесь исполняют роль елочек. К сожалению, самая, наверное, ходовая деталь. Но, тем не менее, думаю, применение можно будет найти им. Кстати, интересное решение здесь, то, что в виде вот этой колесной арки здесь сделана верхушка водопада. Вот такой вот обзорчик небольшого наборчика. Вам, как всегда, спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Всем удачи и пока!